Добро пожаловать на территорию божественного исцеления. Мы так рады вам. И мы сегодня продолжаем говорить о божественном исцелении. Спасибо, что вы присоединились, что вы смотрите. И мы сегодня здесь, в этой студии, с пастором Сергеем Марининым из города Саратов, Церковь Слова Жизни, основателем движения исцеления священники Господа. Пастор Сергей, я рад быть с вами. Приветствую, дорогие друзья. Спасибо, спасибо. И сейчас я бы хотел поговорить о такой теме, как помазание. Имея определенный опыт служения, воцерковления, я сталкивался с этим понятием, с этим словом частенько. И я заметил такое, что, если говорить в целом, да, вот разные верующие, мы как-то по-разному вот это понятие вот понимаем, истолковываем, что значит помазание. В Ветхом Завете все достаточно ясно, что Господь помазывал царей и пророков, да. Вот, допустим, в Первое Царство, 10 главе, в первом стихе написано, что Самуил помазал Саула в царе, и он вылил на него сосуд с елеем, и это было помазание. У него было слово от Господа, Самуил был пророком, он пришел к Саулу, и Бог его, потому что призвал, и помазал его в царе. Но, когда мы сейчас вот в Новом Завете, и современная церковь, я вижу, что по-разному этот текст или понимание помазания истолковывает. Одни говорят, что помазание – это какие-то ощущения, там, мурашки по коже, там, какой-то здесь огонь, там, или что-то такое. Кто-то говорит, что это оснащение для чего-то. В общем, вот сегодня мы с вами можем разобраться, что такое помазание и какое значение имеет в жизни ученика Иисуса это. Библия много говорит о помазании, Ветхий Завет, и вот то, что ты сейчас цитировала, Первое Царство, 10 глава, это как раз говорится о том, что как пророк в то время помазывал, допустим, вот Саула, и он брал масло. Почему масло? Это символ, символ Духа Святого. И в Ветхом Завете были помазаны только определенные люди, которые были призваны, призваны для определенной миссии, для определенного призвания, допустим, быть священником, быть пророком или быть царем. То, если говорить о Новом Завете, мы сегодня все помазаны, потому что мы все, кто принял Иисуса Христа, я имею в виду, тот помазан. Почему? Потому что помазание имеет ряд аспектов, когда мы говорим, наверное, о силе или о способности выполнять определенную миссию от Бога. И помазание также связано вот с самим призванием или ответственностью нести это призвание. Ну, допустим, вот если же опять снова возвращаться к Ветхому Завету, вот его помазали, Саула помазали в цари. Функция, миссия царя, ну, скорее всего, это защищать и распространять свое царство. Это значит войны, это значит защита, это значит определенная политика. И царь, он должен иметь вот эту способность. До этого, ну, Саул был из самого маленького. И рода, колена, не было на нем вот этой способности. Но Бог призвал, пророк дал слово, и на него сошел Дух Святой. То есть вот эта способность распространять, воевать, делать вот эту политику. И сегодня, когда мы рождаемся свыше, мы входим вот в это состояние, когда мы способны распространять Царство Божие. И сегодня в Новом Завете также происходит то, что ты слышишь, слышишь послание Евангелия от Бога, принимаешь его, на это сходит Дух Святой. То есть ты рождаешься, соединяясь с Богом, становишься одним Духом и вот ходишь в этом помазании. То есть как бы и у каждого из нас есть призвание от Бога. То есть призвание, в котором мы можем ходить, то есть как бы это призвание, оно оснащено вот этой способностью, силой распространять вот это Царство, распространять вот это призвание. С одной стороны, почему помазание, я думаю, еще и связано с ответственностью. Ты можешь распространять, а можешь нет. Ты можешь быть тем же Царем. Мы сегодня, то есть как бы, когда мы говорим о Новом Завете, мы говорим о том, что Исаия, помнишь, 61 глава, по-моему, 6 стих, он пророчествует о Новом Завете и говорит то, что теперь они будут называться священниками, служителями Господу. Он говорит о Новом Завете, он говорит о всех тех, которые принимают Христа. И сегодня мы такие же цари и священники, если провести параллель вот с Ветхим Заветом. Но сколько сегодня царей и священников, вот этих рожденных свыше людей, которые всего лишь только знают о своем призвании, но они не распространяют Евангелие. Они не двигаются вот в царстве, но они не распространяют вот это священство, вот это божественное царство. И это же связано с определенными шагами. 1 Иоанн 2 глава, по-моему, говорит о том, что мы помазаны, это помазание пребывает, то есть оно в нас, всегда в нас. Но пребывает оно ровно настолько, насколько ты делаешь шаги веры, шаги ответственности. Что ты будешь с этим делать, с этим помазанием, которое ты получил? В Новом Завете написано о том, что Иисус говорит о себе. На мне Дух Святой. Почему на тебе Дух Святой? Почему сегодня на тебе и на мне Дух Святой? Потому что написано, Он призвал, Он помазал. Поэтому Дух Святой сходит на тех, которые принимают Христа. Это первое и, наверное, самое меньшее, что мы можем сделать. Второе, гораздо больший момент, это тогда, когда ты начинаешь двигаться в этом. Помазание пребывает ровно на то, когда ты проявляешь вот то, что ты получил от Бога. И помазание, оно может пребывать. Ну, а как можно? Ну, да, люди говорят в церквях, ну, я чувствую помазание. Ну, наверное, ты можешь, я не знаю, можно. Но это настолько вот относительные вещи. Но смотри, ну вот, допустим, там мы играем в футбол. И я тебя как тренер вот ставлю первый раз там в позицию нападающего. И ты никогда не играл нападающим. Ну, я как тренер вот потренировал тебя, увидел вот и поставил. И вот ты выходишь первый раз, ну, наверное, ты волнуешься, наверное, ты переживаешь какие-то эмоции в связи с этим. То есть, как бы. Но я думаю, что мы чувствуем или переживаем, наверное, то, что связано с присутствием Бога. Ну, да. Ну, это интересно очень, конечно, и вдохновляюще одновременно. Потому что вы говорите о таком формате мышления, о котором, к сожалению, немногие мыслят. Я слышу такие заключения, что вот, как бы, я... Мой уровень посвящения – это вот воскресное собрание. Прийти, побыть на служении и уйти. Вот это мои отношения с Богом. Вот это вот так я себя посвятил. Но вы говорите о том, что если я рожден свыше, если я наполнен Духом Святым, то моя задача – не просто прийти, да, вот, как бы, прийти на богослужение. Вообще в другом формате мыслить, в другой категории мыслить. А как я сегодня в этом царстве, в котором я призван, частью которого я стал, могу сотрудничать и расширять его пределы. Да. Это совсем позиция другая. Помазание всегда связано с сослужением. Всегда вот с нашими... Насколько ты берешь вот эту меру ответственности, вот этот шаг по распространению царства. Царство – вот царство в тебе. Это, ну, давай вот так вот, пускай такая параллель. Царство – это призвание от Бога в тебе, которое Бог хочет высвободить, Бог хочет показать, потому что твое призвание, оно не для тебя. Оно для царства, оно для вот этих людей, которые окружают тебя. Ты голос Божий сегодня, как те же пророки, которые были в Ветхом Завете. И Бог ожидает, что ты, он, ну, это не так будет происходить, как в Ветхом Завете, где он пришел, взял тебя за руку и вот сказал, иди скажи. Нет. Ты будешь чувствовать вот этот небесный импульс. Ты будешь чувствовать, вот если у тебя развивать эти отношения, ты будешь чувствовать вот это посещение, вот эти мысли, когда Бог, ну, хочет. Ты будешь чувствовать его благоволение, желание. Но, но это твоя роль, что ты будешь с этим делать? Пойдешь ты или ты останешься на месте? Будешь ты воевать? Будешь ты? Причем, когда мы говорим о божественном исцелении, мы же говорим, вот как раз ты сам поднимаешь эту тему об ответственности. Ну, ты можешь исцелять людей, а можешь нет. Причем это на тебе. Иисус сказал, он же не сказал это, кто такие ученики? Когда он разговаривал с учениками, все, что он, всему, чему он учил учеников, все это касается нас. Потому что это его ожидания. Он, он видел через учеников, видел нас. Он, через этих 12 учеников, он видел миллионы. Вот о чем пророчество у Исаия. Что ты будешь с этим делать? И когда мы видим больного человека, ты можешь, ну, пойти и возложить руки. И проявить вот это помазание, ты увидишь, как это пребывает. Когда ты будешь это делать, ты увидишь, как эти границы, как эта способность, она пребывает еще больше. В каком случае? Если ты делаешь шаги. Какие шаги? Шаги веры. Шаги веры. Получается, когда мы идем и исцеляем, мы расширяем пределы царства. Аминь. Через прикосновение царством, исцелением других людей, которые в этом царстве никогда не были. Да. Они переживают реальность царства. Да. И к ним в этот момент есть обращение. Ты можешь стать частью царства. Да. И тогда он из царства тьмы приходит в царство света. И царство Божье расширяется. Да. Поэтому сегодня мы, как церковь, являемся вот этим пророчествующим голосом для этого мира. Теми пророками, которые ходили в Ветхом Завете, ты несешь свидетельство Иисуса Христа. Ты уже заряжен этими вещами. Писание говорит о том, что когда мы рождаемся свыше Иисус, теперь Иисус живет в тебе. Но ты должен сделать выбор. Он-то живет в тебе, но ты должен проявить эти вещи. Ты должен проявить Его природу. И вот эта проявленность, это и есть плод, когда люди видят на тебе, в тебе вот этот источник. И это связано. Это и есть помазание. То есть когда мы проявляем вот Христа, тогда когда мы делаем какие-то определенные вещи, и до этого, может быть, мы никогда этого не делали, но Бог, Он дал тебе эту силу, Он дал тебе эту способность. Да. Из-за любви к людям мы, получается, берем ответственность за то помазание, которое есть внутри нас, чтобы его активизировать, чтобы в нем действовать. В этом случае оно пребывает. Да, и мы, как бы, вот эта вот сверхъестественная способность исцелять, изгонять бесов, воскрешать мертвых, она нам дана, чтобы из-за божественной любви к этому миру действовать в ней. Поэтому, скорее всего, это ошибка говорить вот так, я чувствую помазание исцелять. Ты видишь помазание тогда, когда ты ничего не чувствуешь, а идешь. Для того, чтобы столкнуться вот с этим, то, что уже имеешь, нужно сделать шаг. Не тогда, когда ты чувствуешь. Тогда, когда ты вообще ничего не чувствуешь. Тогда, когда ты даже не представляешь, что сейчас будет. Твои представления описаны в Библии. Ты знаешь, что здесь написано, если я буду возлагать руки. И это вопрос не чувств. Это вопрос то, что ты взял слово, и ты двинулся по слову. Ты двинулся в послании. И вот тогда ты сталкиваешься с помазанием. И помазание начинает действовать. Да. Активизироваться. И тогда ты можешь это сказать. Вот это сила. Это способность. Вот что деяние первая глава говорит о том, что когда ты, когда сошел Дух Святой, ты принял силу. Вот эти вещи. И это всегда связаны с способностями, всегда связаны с призванием Бога. Пасырь Сергея, получается, что вот есть люди талантливые, которые занимаются музыкой, пением. В церквях таких людей много. Которые талантливые от природы. И есть же сильное искушение заниматься именно вот этим делом. По жизни, в церкви, в служении. Но вот я хочу понять, вот помазание и природный талант, они где-то разные или могут совпадать, или это вообще разные? Вот как разобраться? Когда мы говорим о помазании, мы говорим о призвании, о божественном призвании. Сегодня, к сожалению, мы видим, может быть, в каких-то вот сферах церковного развития, или даже когда мы говорим о прославлении, где вот иногда мы можем видеть, да, талантливый человек, но ты и все поставлено, и голос, и, может быть, актерское, и он харизматичен, но ты понимаешь, что нет помазания. И на самом деле в мире же, если посмотреть, достаточно много талантливых людей, успешных, которые добились и являются примером, если говорить о таланте. Но когда мы говорим о призвании, божественном призвании, вот в этом случае мы говорим о помазании. Бог сам назначает, Бог сам высвобождает эти вещи. И вообще столько примеров, столько свидетельств, тогда, когда у человека вообще не было предрасположенностей. Но Бог дает слово, и в связи с этим он принимает вот это помазание. И я знаю пасторов, допустим, пастора моего друга, который в свое время уже в зрелом достаточно возрасте, он получил слово поднять прославление в церкви, до этого не имея вообще никакого отношения вообще к музыкальному образованию. Он никогда не пел, он не знал нот. И представляешь, он там, когда ему было за 30, он пошел в специальный университет на музыкальное отделение. И закончил его с отличием. Потом на базе церкви открыл школу поклонения, прославления. С других городов приезжали обучаться. Вот как работает помазание, вот как оно пребывает. И мы часто сталкиваемся с этими вещами, когда ты можешь просить что-то у Бога, и Бог, он может помазывать, может давать вот эти вещи. Но это нужно развивать, в этом нужно ходить. Ты не просто узнал об этом, ты не просто, ага, вот я сижу и теперь само собой все как-то это будет происходить. Нет, это всегда все связано с риском, с ответственностью. И если говорить о божественном исцелении, мы все призваны нести Евангелие. Все до одного. Это значит являть Христа, это значит возлагать руки, это значит, потому что мир нуждается. Колоссально нуждается вот в этом прикосновении. Что ты будешь с этим делать? Ты будешь двигаться в этом помазании? Оно и будет пребывать. Но это связано с верой, это связано с шагами ответственности. Ты продвигаешь это царство, и Бог подкрепляет. И вот это, знаешь, такой вот симбиоз, вот такое вот партнерство с Богом. И вот в этом ключе мы говорим о помазании. Спасибо большое. И мы призываем каждого, кто смотрит нас, не закопать свой талант. Да, потому что тот, кто его... Помнишь вот эту притчу, когда в Луке, в Матфея 25 главе, где описывается вот эта история, что он раздал таланты, и один человек он закопал. И потом он берет вот то, что он закопал, и передает у того, у кого было 10. И такой вопрос, как так? У него есть и еще больше. И Писание очень четко говорит, кто имеет, кто распоряжается, еще больше прибывает. А кто не распоряжается, кто зарыл, отнимается. И почему тогда возникает сегодня такой вопрос в церкви? Вот я молюсь, а ничего не получается. Ну, потому что ты молишься, когда пришла проблема, или когда это коснулось тебя. Послушай, мы проповедуем Евангелие не тогда, когда тебя коснулось, а это тогда, когда тебе нужно коснуться этого мира. Да. Вот что такое ученик Иисуса Христа. Вот что значит быть помазан. Аминь. Дорогие, давайте мы возьмем те таланты, которые Господь дал нам. То повеление, то послание, то призвание, которое Господь дал нам для каждого из нас, чтобы расширять пределы царства и будем их употреблять для Его славы. Во имя Иисуса. Будьте благословены. До скорых встреч. Моей маме два года назад поставили диагноз рак шейки матки второй и третьей степени. Я на этот момент должна была приехать сюда. Я уже приехала всей семьей. Мы должны были делать гражданство. И она мне звонит из Ташкента. Я сама из Ташкента. И спрашивает, как мне быть с Лерой, где лечиться. Она поехала в Южную Корею, и ей посоветовали знакомые обратиться в католическую церковь. Красный крест за помощью материальной. И она обратилась, и Красный крест выделил сумму на лечение около 5000 долларов. Она приступила к лечению, прошла курс химиотерапии, была мини-операция. Через какое-то время ей сказали, что у нее обнаружили рак в щитовидной железе. И врачи настоятельно рекомендовали удалить щитовидную железу с двух сторон полностью. Она прошла эту операцию, ей удалили правую, левую сторону щитовидной железы. И чуть погодя ей врачи опять ставят диагноз, что у нее обнаружили какую-то опухоль в области щитовидной железы после операции. Она мне звонит, она в очень отчаянном состоянии. Она говорит, я не знаю, Лера, я устала бороться, лечиться, я хочу домой. У меня руки опускаются. И я говорила, мама, не отчаивайся. Бог все знает, Бог усмотрит, Бог исцелит. Просто надо довериться Ему. Она говорит, я уже не могу. Она была вся в слезах, в панике. Она говорит, я не могу даже с тобой разговаривать. Я положила трубку, стала просто молиться, чтобы Бог принял участие. Хотя Он все это время вел ее и исцелял, и помогал, и ободрял. Но вот в этот момент она как-то опустила руки. И она в Южной Корее нашла русскоговорящую церковь, называется Глория. Она посещала весь этот год эту церковь. И к ним приехал гость, пастор, который предложил помолиться за исцеление. Она подняла руку, он подошел к ней, он стал молиться за нее. И она почувствовала горячее какое-то прикосновение с головы до пят ног. И после этого она пошла домой. И на следующий день она поехала в больницу, где ей поставили диагноз, что у нее что-то обнаружили в области щитовидной железы. И она узнает, что у нее все чисто, и у нее ничего нет. Слава Богу! И она здорова. Она потом после этого возвращается в Ташкент. И она по сей день не наблюдается. Но я хочу сказать, что это только Божья сила, это Божье прикосновение через руки этого пастора. Это только Бог дает исцеление. И я обращаюсь ко всем, кто смотрит это свидетельство, что для Бога ничего нет невозможного. Просто надо искренне сказать, что у тебя на сердце. И Бог поможет. Бог чудесным образом, сверхъестественным, Он сделает невозможное. То, что человек может в это не поверить, но для Бога все возможно. Я еще раз говорю вам, и свидетельство моей мамы, вот это на самом деле произошло. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу!